добрый день друзья добрый день и сегодня после длительного перерыва мы хотим с вами поговорить о наших книгах сегодня очередной выпуск другарни инфодайвинга и мы сегодня начнем этот выпуск с благодарности и благодарности и всем всем кто присылал нам подарки ребята спасибо большое оксана нам вот буквально вчера вечером доставили мы просто кайфуем от этого внимания от заботы мы всех очень сильно благодарим и спасибо всем кто сейчас разрабатывает схемы помогает думает о продвижении инфодайинга в их странах уже три страны кроме беларуси включилась в то чтобы инфодайинг жил развивался и каким-то образом распространялся на их территории люди включились люди включились вы чувствуете вот эту искренность поток чистое сознание то что действительно эти знания должны быть доступны пускай не для всех пускай для тех кто дошел до этого уровня развития да пускай так но просто чистая вода потекла заткла волос и это болото будет оживать спасибо вам большое всем кому кому вы интересны сами себе вот так я даже не знаю как это и благодарим за искренность благодарим за искренность потому что то им именно искренность она чувствуется очень сильно чувствуется вот этим солнечным светом любовью спасибо большое благодарю вас и отдельная благодарность мамам благодарность мамам за те письма которые вы присылаете и которые я у меня рука не поднимается их публиковать потому что они настолько личные глубинные они настолько реально трансформация трансформационные не настолько меняют сознание не открытые они открытые многие люди на эту тему боятся даже говорить а вы присылаете действительно развернутую душу и на самом деле это как у вас получается как разговор с самими собой то есть вы наконец-то можете вы мы видим как вы вот в этих письмах вы позволяете себе быть самими собой искренними именно это самая правдивая практика зеркала да самое мы вот сегодня утром в очередной раз плакала плакала от счастья плакала от счастья что идут такие перемены что идут такие трансформации я знаю что не просто отдельные люди становятся счастливыми не просто отдельные дети становится здорово это целая семьи это целая рода это действительно ну это реально вот свет пошел во тьму и когда вот эти вещи видишь осознаешь чувствуешь наступает это счастье просто внутри счастья и то что когда-то казалось сумасшествием становится разумным да это да и сегодня между прочим я взяла свою книжку да нашу книжку то что мы писали наше озарение наше озарение наше сознание и ты знаешь когда осознание единство сознание его текучести и когда начинаешь вот любую главу открываешь и знаешь какое у меня было чувство что это писали не мы не помню такого но я кайфовала сила да когда глубина вот это чувствуешь и теперь если бы мы не писали мы бы этого ничего уже не помнили потому что уже мы открываем и просто действительно я тоже я когда открываю я просто офигеваю от той силы глубины с которой это написано все и невозможно просто поверить даже что такой поток шел вообще сперва ты осознаешь единство то есть единое сознание нет не думаешь не веришь или представляешь осознаешь это процесс творящийся в том сознании изменяющий тебя делающий себя кристально чистым зеркалом самого себя в жизни это состояние сознания мы пришли к нему сами привели к нему тех кто шел с нами оставив видео погружение в обучающих программах и дальше тут на самом деле мы здесь такие вещи расклады я вот любую страницу открываю просто проваливаюсь и у меня все время четкое знание такое внутри не я писала я я не помню что я такое писала и вряд ли ты помнишь что ты такое писала и что мы вместе сидели эти вещи рождали когда-то вот он поток потоком шла она шла потоком книги написаны за год в сети на и вот эти потоковое состояние когда из глубин поднимаются знания когда ты знаешь здесь есть и такие ссылки и к инштейну и к научным источникам и закон парадокса раскладывается и расписывается личность расписываются структуры психики про сумасшествие нашей реальности особое внимание опять-таки сектора психики что что есть логика что есть наука что есть религия все это абсолютно все описали и все описано и это на самом деле золотые ключи золотые слитки книги наши на самом деле золотые слитки я не могу иначе их назвать это не можно перечитывать перечитывать и ты каждый раз будешь находить еще больше тебе будет раскрываться раскрас это как знаете как глубина которая просто перед тобой раскрывается на расширяется это точно так же как если бы мы смотрели в глазочек и через этот глазок мы вышли в огромный мир а кстати состояние глазочка у тебя же было состояние глазочек да 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 где-то года за два или за три я теперь понимаю что это со мной было сейчас очень хорошо понимаю а было у меня да такое что я сидела как-то на крылечке теплое солнышко муж рядом и такое хорошее состояние счастье абсолютное такое спокойно мы разговаривали а потом замолчали просто сидим и вот просто хорошо и вдруг я как-то мой взгляд упал на камушек я вдруг по не ловлю себя на том что я я смотрю на камень а я знаю все о нем вот просто так перевожу взгляд куда-то еще я все знаю все устройство все как что и потом я перевожу мысль свои это все очень быстро происходило перевожу мысль на какую-то ситуацию и я ее глубинно понимаю и только тогда у меня в какой-то момент вдруг понимает что я информацию просто вот вижу и я Гена представляешь и я знаю все вот я знаю все и в этот момент он говорит что я так чувствую натурально как и закрылась все и я не могу передать ему ту информацию которая только что мне шла и теперь я понимаю что это мой фильтрик загрязненный от того что я вот сидела счастливая он как-то эта грязь чуть-чуть так всплыла и глазочек открылся и я через этот глазок увидела чистый мир чистую суть и когда во мне произошла вспышка эмоций мой фильтрик закрылся заплыл потому что вспышка эмоций но благодаря этому я вот все таки я теперь на этот момент понимаю что мой фильтр не такой загрязненный но на самом деле вспышка эмоций эмоция она же выводит тебя сразу в коллективное и она тебя растягивает она собирает другую игру в другой игре в объективной игре а ты никто и звать тебя никак ты пришел в этот мир голый и уйдешь и ты по сути дела ты попадаешь в сумасшествие в иллюзию и когда вот эти вещи уже осознаешь осознаешь что эмоция имеет смысл брать ее под управление и правильно утилизировать ее это инструмент в жизни им можно пользоваться можно пользоваться осознанно можно даже через эмоциональное включение подрывать определенные слои и включать у них игры когда ты этим инструментом пользуешься на достижение результата которых ты хочешь получить а когда ты бездумно как обезьяна с гранатой носишься то ты и рушишь все этими эмоциями потому что через эмоции мы осуществляем внешнее взаимодействие мы формируем мы формируем включаем программу ума потом мысли потом это складывается в сюжет именно эмоции цепляют внутреннюю составляющую человека и накапливается и злость и обида и вина все это поднимается в человеке и снова это все спрессовывается наткнуется именно эмоции тоже разворачивают игру как только появляется эмоция значит мы уже разворачиваем какое-то событие Уже, кстати, эмоции — это время. Эмоции через эмоцию время втекают. Потому что эмоция связана с моментом здесь и сейчас. Много интересного. Кстати, вот эти все вещи, очень много парадоксальных вещей мы раскладываем в книгах. В книгах во всех. И причём от простого, от самого простого, озарения за озарением, к более сложному. Весь этот путь, этот путь пройден нами. Снята одна за одной информационная вуаль в психике. Когда мы описывали структуру психики, как работает, когда мы проводили эксперименты с детьми, когда мы работали, делали консультации. Когда, когда, когда. Вот сейчас мысль пришла, за что нас религия не любит. Почему? Негативные отзывы, которые есть в интернете, это всё написано одним человеком от религии. От религии, от имени религии. Да, от имени религии. Я всё время думала, вот за что религия нас так не любит. А теперь после того, как вышло, мы подаем знания. Вы тут прочтёте, за что религия нас не любит. Потому что белая и чёрная. А когда выйдет парадоксальное восприятие, наверное, этот мир будет меняться. Он не может не измениться. Но когда так же Бог должен проснуться, перестать себя уничтожать. По сути дела, вот все эти глубины, от простого к сложному, они сейчас уже изданы. Я уже жду, когда выйдет следующая книга «Инфодайн. Глубина». Я тоже жду. Да. Она уже на подходе, во всяком случае, её довёрстают. Ещё не читали, что сверстали, но обложку уже согласовали. Обложка красивая. Обложка красивая, да. Практически свёрстана, да. Доделывает её. Немножко осталось. И, кстати, благодаря, именно благодаря этому человеку мы на самом деле очень много внимания уделяли религии. Потому что у меня, например, на религии всегда был... Мы бы с тобой, наверное, как-то не цеплялись бы. А он нас постоянно... Возвращал. Возвращал. И ему огромная благодарность на самом деле. Потому что внутри у меня таких резонансов острых на отношения, на семью, на бизнес, на ещё что-то. У меня нету таких резонансов. А религия – это единственный резонанс, который у меня был. И я его связывала с тем, что каждый раз, когда мы работали с аутизмом или с ДЦП или с психическими расстройствами, мы находили очень много религий в подсознании этих людей. Очень много. Более того, вам скажу, что у нас есть дети и сами обращаются люди, религиозные деятели, их семьи, их родственники. То есть, если брать, то у нас много клиентов, которые каким-то боком связаны с религией. И когда мы начинали работать и видели, какое разрушительное воздействие религия оказывает на подсознание человека, мы не понимали ещё тогда, почему, но мы полностью весь механизм расписали в книге «Парадоксальное восприятие» и частично в книге «Глубина». Но в «Парадоксальном восприятии» там вообще просто расписан весь механизм. Как уничтожается Бог в человеке? За счёт распыления наружу, за счёт выноса и так далее. По сути дела, человек перестаёт быть человеком, идёт понижение уровня сознания до животного, потом до насекомого. Но выкинуть ниже уже не получается, потому что всё-таки Бог заснул в человеческом теле, а не в теле животного. И для того, чтобы перевести ещё на более низкий уровень, надо, чтобы в этом теле поселилось животное. То есть вот эти вот штуки, когда ты осознаёшь, они, конечно, дико звучат, но то, что в обществе пока считается диким, наверное, если бы сто лет назад рассказывали про телевидение или про мобильные телефоны, то дикое общество тоже бы смеялось и поднимало бы насмех и забило бы колами. Но, ребят, пройдёт сто лет, и об инфодайинге уже будут говорить совсем по-другому. И приходить вот с тем, с чем мы пришли, на самом деле сложно. И вот низкая благодарность этому человеку за то, что он постоянно нас держал и говорил, обратите внимание на то, что у вас есть резонанс на религию. Обратите внимание на то, что есть резонанс на религию. Потому что этот резонанс, он был внутренний. И когда я наконец-то полное сознание расписано в парадоксальном восприятии, вот эти наши озарения, которые были, и полный штиль внутри, полное отключение. И я понимаю, я своё зеркало зачистила. Спокойствие. Пришло умиротворение даже. Пришло умиротворение. Удивительное состояние. И, кстати, самое интересное, что в это время начали приходить письма другого плана нам. И вот эти письма, они уже с завидной периодичностью проявляются. Пошла следующая глава жизни инфодайинга и жизни наших книг. Когда люди пишут о том, что они приходили в инфодайинг там в 18-19 год. В 18-м году ещё инфодайинга как такового не было, но был вот этот клуб. И были курсы, которые там объединяли там РПТ, ТТ-хилинг и так далее. То есть гипнотехники разные. И вот люди, которые тогда были на курсах и которые потом пришли в 19-й год в инфодайинг самое начало, они прошли какие-то курсы. И даже вот было одно очень интересное письмо от человека. Человек прошёл наши программы и потом втихаря начал их продавать. И он просто пересказывал это всё, перепродавал и вполне себя комфортно чувствовал, потому что он был уверен, что инфодайинг на этом всё. Что он познал уже всё и инфодайинг закончился. А на самом деле если представить вот мыльный пузырь, то вот тогда это была оболочка. И вот именно люди, которые зацепились за внешнее восприятие и, во-первых, приходили в инфодайинг за деньгами, во-вторых, за тем, чтобы перепродать то, что они смогли взять умом, а в-третьих, они должны были соответствовать каким-то концепциям внешнего восприятия. Концепция «я психолог, я правильный, я могу сослаться на того авторитета, на того, на того». То есть человек даже не пытался в себе открыть Бога, ему хватало тех доходов, которые он получал и тех авторитетов, которые он вынес для того, чтобы чувствовать себя значимым. И вот на три года эти люди вывалились из нашей жизни и вдруг пошли письма, когда вышли книги, особенно вот сейчас вот эта книга «Инфодайинг знаний», она подорвала. Вообще люди, кто заказывал знания, кто получил его, вот после этого пошёл поток вот этих вот писем, я их называю письмами из прошлого, когда человек пишет «я профукал шанс, я потерял шанс». А при этом мы говорили об этом. И мы говорили об этом. И мы тогда говорили, что не пройдёт и двух лет, как люди будут жалеть. Это мы говорили в 19-м году. И вот сейчас пошли вот эти письма, и когда я читаю, мне всё время смешно, потому что опоздать на этот пояс невозможно, можно на него сесть по мере, как вы созреете, и неважно, в этой жизни, в следующей, через жизнь или через то, просто всё равно возвращение к себе, оно будет обязательным. Главное, чтобы остался тот, кому возвращаться, чтобы вы его до конца не уничтожили. А на самом деле, вот когда мы разложили механизм уничтожения Бога, самоуничтожения Бога, я называла это суицидом Бога, даже ролик на эту тему записала, это всё, что связано с ритуаликой. Везде, где есть ритуал, это суицид Бога. Вот повторимся ещё раз. Хотите верьте, хотите нет. В книге «Парадоксальное восприятие» это всё с доказательной базой. Это всё очевидные вещи, особенно когда ты смотришь с парадоксального сознания и по подобию происходит то же самое. Ну вот суицид тела, когда человек выбросился там из окна, и тело умерло, тело погибло. А ведь сознание, оно просто перетекло в другое тело, и пошла другая игра. А вот уничтожение вот этой части, перетекающей сознания, выделенной части на данного персонажа, вот это страшнее. Вот это ритуальная магия, это религия, это всё, что связано с ритуалом. И будет это ритуал там славянский или шаманский, или ещё какой-то обрядовый. Это ритуал. Это то, что уничтожает Бога. А вообще очень много в физике и психике идёт по подобию. Вот смотри, в наших книгах мы не касаемся болезней. То есть мы не пишем, как работать там с ДЦП или как с аутизмом, или как с... Вообще мы не врачи. И мы вот эти вещи не рассматриваем. Но при этом всё, что мы работали с психикой, мы работали с конкретными заболеваниями, имели конкретные результаты. И вот один из вопросов, который звучал, кстати, недавно, а у нас достаточно большой практически опыт в этой теме, это онкология. И человек задал вопрос на стриме напоследним. Перетекает ли сознание онкологии, сознание болезни в следующую инкарнацию, если человек умер вот от рака в этой жизни? Мы тогда ответили да. А на самом деле, смотрите, какая здесь интересная тема. Вот у нас есть физика, физическое тело. И онкология — это что? Это наши клетки, они переродились, стали чужеродными, и они растут, и они уничтожают внутренний орган, систему и так далее. То есть они выросли в нашем теле, из наших клеток. Это наши же клетки. Это мы выделили эти клетки для того, чтобы прожить какой-то опыт болезни с какой-то целью. Но мы сегодня чётко осознаём, что физическое тело, оно вторично, первично психика. Ровно этот же процесс мы наблюдаем в психике. В психике из основной части сознания выделяется, в подсознании выделяется часть сознания, и эта часть сознания в дальнейшем выделяет вот эти физические клетки. Эти клетки перерождаются, и там живёт эта выделенная часть сознания. Это часть сознания самого человека. И вот смотрите, если вы боретесь просто на физическом уровне через убивание этих клеток, через удаление опухоли, то сознание же ни химии, ни операций, ничем не возвращается в лоно собственного сознания. Оно остаётся выделенным. И если в этой жизни это тело умерло, это сознание перетекает, оно не возвращается при перетекании. Оно остаётся выделенным, как в сознании жучка, паучка и так далее. Оно вроде в общей куче, но оно при этом своё. И в следующая жизнь она снова приобретает онкологию. Поэтому онкология молодеет, поэтому дети болеют онкологией. Когда спрашивают, за что, за что. Вот поэтому. Потому что уже пришёл с ней, уже пришёл с выделенным сознанием. И до тех пор, пока это не будет осознанно и не возвращено через осознание назад, ничего не произойдёт. То есть таким образом психическая работа становится первичной для того, чтобы человек имел здоровье. А теперь смотрите, ведь сознание выделяется не только на онкологию. Сознание выделяется, там другой плотности, другие виды, но оно выделяется точно так же. Из того же Альцгеймера оно выделяется точно так же. Те же панкреатиты, сейчас даже в голову приходит сахарный диабет, всё, что связано с кишечником, тяжёлые расстройства, там няки и так далее. Это всё связано с развитием, выделением сознания. Сознание на игру. И поэтому, когда человек вообще считает, что он живёт одну жизнь, и, кстати, это очень большое вред нанесла религия, когда из Библии была удалена информация об инкарнационном цикле человека, это очень губительную роль сыграло, это привело к деградации общества. Это глобальное уничтожение человечества. Человек деградировать. Человек начал деградировать, потому что... Но невозможно по-другому. Человек вот именно стал, он перестал видеть себя. Он уверовал в то, что он живёт одну жизнь. Да. И что не надо нести ответственность за эту жизнь. Ай, когда там, у какого Бога представлено перед судом? Ты перед самим собой предстаёшь перед судом. Ты за час до смерти уже начинаешь сам себя казнить и миловать. И как ты прожил эту жизнь. Да. И когда человеку говоришь, что... Ты вот подумай, мы очень часто это говорим, да, ты подумай о том, что какая у тебя следующая жизнь, ты будешь инвалидом следующей. Какая мне разница, какой я буду? Я не буду. Я вот здесь и сейчас. Всё. Это одна жизнь, и надо её прожить. Ю-ху! И во все тяжкие. А на самом деле день сменяет ночь. И днём вы выполняли такие-то, такие-то, такие-то действия. Вы ушли в сон в таком-то состоянии. Вы проснулись в этом же состоянии неосознанно и начали выполнять снова такие же действия. И так из жизни в жизнь. И точно так же выделилось сознание изо дня в день и точно так же из жизни в жизнь. выделилось сознание на игру, отыграли, заснули, проснулись в роддоме и потекло сознание болезни вместе. То есть всё равно этими вопросами надо заниматься. Но человек, который вот он уверовал в то, что он живёт одну жизнь, соответственно, он сузил себя рамками и, замечу, прописал смертность тела. Ограничил себя. Ограничил себя и заведомо прописал срок. Потому что вот это установки программного обеспечения, это именно программное обеспечение, которое ограничивает продолжительность жизни человека сильно. На продолжительность жизни человека это много факторов влияет. И в книге «Парадоксальное восприятие» там вообще будут описаны дикие вещи, которые на широкую аудиторию даже проговаривать не имеет смысла. но те люди, особенно, кто занимаются с нами на курсах, мы это всё не скрываем, мы рассказываем, они это слышат. Более того, они проживают это в определённых состояниях на себе. И я так понимаю, всё-таки в этом мире становится больше разума и больше света. Уходит вот эта ограниченность, непозволение себе, и Бог возвращается домой. Физическое тело. Потому что у него есть только одно место, где он может выполнять свою функцию Бога. это тело. Только. Только из тела. Ну, кстати, тогда надо раскрывать и дальше карты, всё, что связано с душой и с разумом. Но я думаю, это всё не публично. Это всё же, когда войдут книги. и человек будет осознавать, так всё же, что он читает, потому что это всё связано дальше. Нам очень часто говорят про то, что будете ли вы повторять курсы. Нет. Спрашивают вопрос. Да, спрашивают. Про курсы вообще очень много спрашивают. Люди ждут, что мы сейчас возьмём весь цикл программы и проведём их заново. Нет, ребята, этого не будет. Дело в том, что это зацеп. во-первых, оттуда ушёл интерес. У нас нету вообще планов учить людей. И мы об этом, кстати, уже говорили. У нас нету планов учить людей. Те, кто хотят научиться, они будут использовать наши видеозаписи, пока они не перевраны, не перепроданы в искажённом варианте. Да. Потому что, да. Уже этот опыт есть, да. Уже этот процесс начался. Искажения, да. Нет, повторять мы не будем. Всё есть в записи, в чистой записи наша запись, которая шла в чистом потоке. Да, когда нам было интересно то, что мы доставали. На сегодняшний день наша сфера интереса лежит в коллективном, и поэтому у нас это полугодие будет строиться полностью обучение из глубины. Что значит из глубины? 20 человек мы просто больше не можем взять. Мы ведём прямую работу с подсознанием. Всех остальных мы в это время учим работать. Получается, как работать с людьми, как работать с подсознанием. Раз, потому что по-другому не научишь, да. Вы же не можете присутствовать на наших консультациях. А во-вторых, в этом формате мы выходим всегда в состояние единого сознания. Единого. И вот в этих состояниях, получается, ты поднимаешь у человека из подсознания какую-то проблему, и тут же у всей группы она поднимается. И она у всех и закрывается. То есть, получается, за вот этот вот курс ты закрываешь очень много вопросов. и получается, ты очень сильно очищаешь себя. Твое зеркало становится чистым. Так вот, нам эти курсы интересны, потому что мы четко осознаем, что на сегодняшний день есть много пятен, которые надо убрать, много грязи, которые надо убрать из коллективного. И так как коллективное отражает нас, то, соответственно, убрать у нас. и мы в это время работаем с людьми, помогаем, и в это время мы работаем с собой. То есть, все идет через себя. И вот эти программы, получается, так как желающих, количество желающих спроса начало нарастать, соответственно, мы сказали, что мы 21 зарегистрировавшихся берем по одной цене, потом цена там на 100 долларов снижается, и будет другая цена, но человек там будет просто участником, с ним не будет вестись работа, но при этом он будет в этой группе, он будет учиться, он будет проживать, и у него точно так же будет чиститься зеркало, как у всех других, потому что человек не выделенный персонаж из коллективного. Да, мы все единое сознание. И мы все единое сознание. И на этом уровне, когда вот, особенно последний курс, когда мы полностью рассказали по... Вот собака запуталась в микрофоне. Когда мы полностью рассказали по структурам прошли, что такое душа, разум, как это все работает, то стало очевидным, и выхлоп в группе очень хороший пошел, потому что очень глубинные осознания и трансформации пошли. Поэтому вот все, что мы даем, мы даем один раз. Повторения не будет. И дальше сфера интересов у нас тоже будет уходить от обучения и уходить от этих форматов. И я понимаю, что она будет... Я не буду говорить, куда она будет, но у нас уже будет такой нормальный намет, и мы просто готовимся к следующему шагу. Я думаю, в следующие полгода у нас будет следующий рывок в новом направлении. А вот, а да, за это время мы выпустим еще... Ну, я надеюсь, что мы все-таки выпустим практику. Она наполовину написана. То, что она будет, да, практику, но она, ну, может быть, все-таки мы действительно в течение полугода ее допишем. Допишем. Потому что вот тоже акцент сместился. Она пока так у нас. Дело в том, что вот практика, которая описана, все, что там касается зеркала, легализации чувств и так далее, замечу, это то, что, кстати, соединяется с внешним миром. Это грань соединения с внешним миром. Точка входа. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Что именно книга-практика, она действительно, вторая половина будет другая. Но это та книга, которая со временем перефразироваться может. Вот как раз таки магию, белую черную. Я сейчас подумала. Вот, понимаешь, вот искажения. Когда мозгов не хватит. Когда уже, да, когда бессознательно опять начнется вот этот искажаться все. Вот это, вот почему она пока у нас она стоит. То есть мы описали вот эти точки перехода, соединения с объективным, там, где человек может относить инфодайинг к разряду классической психологии и говорить вот практика зеркала, вот такая, вот такая, там, придумывать еще кучу практик, там, здесь я ламбаду потанцую, здесь я на стульчике посижу, а здесь я еще что-то сделаю. И все это под эгидой каких-то коллективных игр. Но на самом деле все значительно проще. Наша задача не остаться в объективном восприятии. Наша задача развернуть человека к себе. К себе искреннему и настоящему. А вот здесь возникают трудности, потому что на этом пути очень много подмен. И мы уже рассказывали подмены, связанные с медитациями, с практиками, все, что в объективном восприятии, это все вовлечение в игру. И каждый раз, когда вы придумываете очередную игру, вы во внешнем восприятии. И даже на последнем погружении и возвращении к себе мы рассказывали, вот, вы можете совершать одно и то же действие. Если вы воспринимаете так, вы играете в игру. Если вы воспринимаете так, вы двигаетесь к себе. И это зависит от вас, что вы выберете. Вы будете так воспринимать или так. То есть направление движения сознания определяете вы, вы идете наружу или вы идете вовнутрь. И вот, когда вот эти вещи для каждого восприятия, конкретно, для каждого примера объясняешь словами и показываешь, смотри, куда сейчас ты будешь двигаться, сюда или сюда. Человек тогда видит. Но если говорить просто вот эти представления, которые есть в объективном восприятии, медитация-то я иду вовнутрь. Нет. Это ты размазываешься по наружному контуру. Ты как аэрозоль. Как аэрозоль. Распыляешь своего Бога. Мажешь Бога по наружному контуру. Но даже наша терминология людям непонятна, потому что многие слушают и, кстати, и даже пишут об этом, что воспринимать нас начали только после прочтения наших книг. Да. Именно после прочтения начали слышать нас. Слышать. Потому что до этого они слышали, их увлекало, они говорили, нам было интересно то, что вы говорите, но мы ни хрена не понимали то, что вы говорите. А после прочтения книг пошло понимание. И мы понимаем, что книги, да, книги они вносят в сознание человека, начинает человек задавать вопрос, сам себе. И начинает внутри себя получать ответы. А смотри, сколько вещей тогда становится бессмысленными. Вот просто сейчас мысль пришла, прямо пока мы говорили. Например, на сегодняшний день очень много тренингов на развитие интуиции существует. Вот если прогуглишь, то очень популярная тема «Я развиваю интуицию», «Я развиваю чуйку». Эзотерические направления по развитию чувствительности и развитию видения, ясновидения. А теперь смотри, в объективном восприятии какая это чушь. Это никак, никак не приближает человека к информации внутри него. Потому что «Я развиваю интуицию, я познаю себя, но при этом я ухожу от себя в дремучий лес объективно». Прикинь, какая подмена. Человек разницы не чувствует. Потому что он, в принципе, не способен чувствовать. Я даже сейчас подвисла немножко. Это ложь получается. Ложь. Ложь полностью, человек уходит от себя. Ложь, чистая ложь. И он, мало того, он начинает вообще блуждать. Он блуждает, и там начинает развиваться процесс, когда у него раздувается эго. И потом эго обляпает его собственной грязью, когда оно лопает. Но при этом у него будет момент прояснения, у него даже может получаться та же самая интуиция или ясновидение. Потому что, когда эго лопнуло, его навозик в его... Стёк немножко. Стёк немножко с зеркала. Как ведро воды. Пускай грязное, но плесканули на зеркало. И она так стекла, и так раз, о, я в дырочку увидела, у меня получилось. А потом снова, фу, зеркало заляпало. У меня снова не получается. Вот тренировка интуиции в объективном восприятии. Да, так оно и есть. Это как вот прочистить пальчиком, да, и всё так увидеть что-то. А потом оно всё заплывает. Пока ты не уберёшь, не почистишь сам себя. Ты никакой интуицией, никакими ты... Ничем ты... Способностями отдавать, обладать не будешь. А всё, что вот это приходящее, уходящее, это всё раздувает эго. И пока... Эго надо, чтобы оно раздувалось, иначе навоза, когда слишком много внутри, в подсознании... Людей же не учат умываться, детей не учат умывать свою психику. Вот физическое тело, чистить зубы, лицо, научили умывать? Руки научили мыть 150 лет назад. У нас не обучается нигде психика, да. Человека не учат утилизировать свои эмоции. Человека не учат следить за своими состояниями сознания. Человека не учат осознавать, что он делал. Это значит выравнивать себя. У нас наоборот, вот вдумайся, да, чему говорят, там, тебя обидели, ты там поругай его, там, или что-то ещё, да, накажи. Да. Проманипулируй. Когда вместо того, чтобы выравнивать ребёнка, учить выравнивать себя, объяснять, почему так, вот смотри, там, такая ситуация, здесь вот ты так, а тот человек вот так. То есть выравнивание, в баланс, в благодарность. Этого нет вообще. Вообще благодарности нет. Вот так, чтобы детей учили благодарить, да. Скажи спасибо, на этом всё закончилось. В автоматическом режиме за конфету или за печеньку. А вот то, что в человеке убить. А глубокую благодарность этому, да. Увидь в человеке, что хочет себе этот человек сказать, зачем он появился в твоей жизни, что он хотел донести, как он тебе сейчас помогает и что ты осознаёшь в этот момент. И как ты сейчас работаешь со своей эмоцией, как ты осознаёшь, какую эмоцию ты выделил и зачем ты это сделал, и какие последствия будут, какая игра складывается на этой эмоции. И с благодарностью, переводим в благодарность, я завершаю, мы не будем её проживать, потому что она неосознанна, кто эти схемы вообще пододавал детям. Это не принято. Инфодайм ворвётся потом и в образование, и в школы, и везде. Чуть-чуть позже. Хотя может уже сейчас. А сейчас инфодайм в семье. Врывается в семье. Через семье, да. Через семье идёт, да. Врывается в семье, меняет жизнь людей, тех, кто увлёкся. А врывается к кому? К тому, кто ещё не до конца потерял себя. И по сути дела, инфодайм, он не может быть без интереса к самому себе. И смотри, какой классный у нас фильтр тогда случился три года назад. Вот те люди, которые сейчас пишут, да. Они приходили за деньгами. Они приходили за тем, чтобы быстренько взял, сбежал и перепродал. И они интерес подменили деньгами. Да. Они не были интересны сами себе. Они служили наружному. Цель было не познать себя, а распылить, раздать, продать, заработать. Ну, что хочешь. У каждого там своя. Хотя человек, который будет слышать, будет говорить «Не-не-не, не-не-не». Нет. Оно было так, и это ложь себе. И самое интересное, если взять вот даже тех людей, которые приходили тогда, у нас же тогда были разные люди, известные психологи были, неизвестные психологи, разные были. И были те, с кем мы лично были знакомы, да. Были те, кто там из Москвы приезжал, там тоже, которые свои тренинги вели и так далее. Так вот, если сейчас посмотреть, на каком уровне развития они остались, они как зависли. Вот стоп-кадр, ничего не поменялось. Может, там причесочка, волосинки теперь не так лежат. Что говорил, то и говорит. Как жил, так и живёт. Один и тот же сон. Один и тот же сон. День сурка. И вот, интересно, я когда получила три дня назад ещё одно письмо, но это уже из США, мне даже стало интересно вот на эту тему посмотреть. Тоже тема такая была, что вот было, и потом пропало. и мне даже стало интересно, что случилось, вот стало с теми людьми, кого я вспомнила. Я Фейсбук открыла и открыла Гугл, а ничего не изменилось. День сурка. Одного, второго, третьего, четвёртого. Как будто и времени не было. Как будто и времени не было, как будто годы не прошли. Как делал предсказания, так делает предсказания. Как говорила с персонажами там, духовными, так и говорит с персонажами. Как рассказывала про энергетические обмены, так и рассказывает про энергетические обмены. Как перелопачивалось чужое, так и перелопачивается. Было с женщинами, работало, здесь с женщинами работает. И вот кого вспомнила, посмотрела, и у меня даже удивление, только прически поменялись. И то не у всех, наверное. Ничего не поменялось. Потому что была ложь самому себе, потому что не было интереса познать себя. Не было интереса. Человек не интересен сам себе. И на самом деле, когда мы говорим про духовное развитие, смотрите, здесь будет одна такая крутая подмена. Когда говорят духовное развитие, в церкви. Духовное развитие можно получить через йогу. Духовное развитие можно получить через сатсанг, ещё через что-то. Это всё внешний контур. Внешний. Духовное развитие можно получить в одном случае, когда ты интересен сам себе. Именно цель твоего интереса — это ты. Вот это о духовном развитии. Другого нет. Здесь только искренность. Здесь только искренность, потому что ты становишься самим собой. А если вы даже просто произнесёте, как мы, не побоитесь произнести это вслух в обществе, сказать, я интересен сам себе, на вас сразу. Нарцисс, эгоист, и начинается навешивание вот этих вот манипулятивных шаблонов для того, чтобы самоутвердиться за ваш счёт. Для того, чтобы унизить и подмять. Чтобы сказать, о, да ты не такой, ты хуже меня. А нифига. Просто на сегодняшний день вот те вещи, о которых мы говорим, кстати, открыто. Вообще, я просто поражаюсь. Мы сели в Белоруссию и говорим открыто, абсолютно свободно, нормально. Те вещи, которые в обществе табуированы. Мы просто спокойно на эту тему сидим здесь и рассуждаем. Но на самом деле сказать, что я интересен сам себе, это грех. А на самом деле, посмотрите, что на самом деле грех? Грех – это ритуал. Это самый страшный грех против себя. Это суицид. Это есть уничтожение. Это суицид Бога. Любой ритуал – это суицид Бога. Любой ритуал. Любая ритуальная магия – это суицид Бога. Потому что всё идёт через отражение. Особенно, если ещё с зеркалами ведётся работа. И человек просто крошит своё подсознание и уничтожает себя. И поэтому первая книга, блин, вторая, «Инфодайинг подсознание», когда мы вышли на белую и чёрную, она начинается, сейчас покажу, знакомство с белой и чёрной. И прямо первая глава, где белая и чёрная, помнишь, самые первые, они показывали нам суицидницу. Да, 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 да. Суицидницу. Именно суицид. Именно суицидницу. Сейчас до меня дошло тоже суть. Суицид. Обалдеть. И первое знакомство. Они об этом и говорили. Вот только сейчас до меня дошло. Они об этом и говорили. Об этом суициде. А мы не понимали, о каком суициде идёт речь. Это самоуничтожение. Это уничтожение Бога внутри себя. Капец. Мы вообще сейчас много чего из того, что было написано, мы осознаём настолько глубинно и невероятно. И настолько это теперь действительно ещё больше идёт благодарность к белой и чёрной, к самим себе за то, что мы, что они нам показали. Что мы просто тупо тогда додумались записывать всё, что мы видим. Вот это было самое правильное наше решение. И это создало самую крутую психотехническую базу, которая сейчас... Ведь вы же не можете придумать эту психотехническую базу умом. Ума просто там нет. В этих состояниях диск эгоум, высший я, он остался по сторонам. Ты находишься в центре. Ты находишься в зеркале личности. А они, получается, ушли. И в этих состояниях ты можешь только записать это потоковое состояние. У тебя постоянно идёт информация. Где твоё внимание? Там разворачивается информация. Внимание, информация. Внимание, информация. И вот в этих состояниях, конечно, ну, максимум, что ты можешь это записывать. И то, ты в этих состояниях не могла записывать, а я в этих состояниях записывала. Да, именно, да. Шёл поток, а Наташа записывала. И смотри, если бы не было нас двух, да, один человек не может. Просто невозможно. Потому что ты выходишь из состояния, и ты ничего не помнишь. Там же ресурса памяти нет. И очень легко, даже если у тебя и идут озарения у одного, да, очень легко искажения получать. Потому что ты один. Нету зеркала, точно такого же зеркала у тебя нет. И ты легко запутаться, потеряться, забраться. Королевство кривых зеркал. Нету верёвочки, по которой ты сможешь войти и выйти, не потерявшись, не заблудившись. Здесь только работа вдвоём. И я каждый раз, когда вот такие вот штуки до меня доходят, но самое прикольное, вот ещё раз повторю, я сегодня начала читать эту книгу. И я не могу вспомнить, что мы авторы этой книги. Да, да, да. А я сейчас хочу... Прямо-то не наш. А я сейчас хочу сказать про чёрную, ну и про белую. Вспомни. Знакомство с белой. Как мы её боялись. Да. Как мы её гнали. Ну, боялись... Ну, хотя, да, было же страх. Боялись, страх был. Боялись, гнали её, всё время гнали. А теперь вспомни, после чего пошло открытие. Благодарность. Благодарность. У меня прям слёзы. Именно когда мы вдруг с тобой повернулись... Это когда мы тоже с онкологическим кем-то работали. С тяжёлыми мы работали. Книги должно быть. Да, 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 да. Мы с кем-то тяжёлым тогда работали. И вдруг мы осознаём благодарность. И как она была благодарна, да? Да. И как пошло после этого. И я сейчас понимаю, что такое благодарность. А самое главное, смотри, с этого момента, когда мы начали записывать психотехническую базу белой-чёрной, мы начали осознавать инкарнационный цикл целиком. Да, да. Когда мы осознали инкарнационный цикл и смогли его расписать, мы смогли войти глубже. И на сегодняшний день мы говорим сумасшедшие вещи о ресурсе тела в 3000 лет, о бессмертии физического тела в осознанном состоянии и смертности физического тела в неосознанном состоянии, о бессмертии сознания, о бессмертии разума, о бессмертии Бога. А Бог именно живёт в теле человека. И если в теле человека нет Бога, то, соответственно, нет бессмертия. То есть мы об этом уже пишем в парадоксальном восприятии открыто. То есть на сегодняшний день любой человек, который скажет, что в физическом теле возможно бессмертие, он априори будет признан сумасшедшим. И при этом несумасшедшие люди творят ритуалы с суицидом Бога. Да. Где сумасшествие люди? Где разум, я бы сказала. Где разума нету? Вот эта ограниченная программа ума, как циклическая ошибка, человеку обрезает доступ к огромному информационному пространству под названием разум, где есть всё и все возможности психики, и все ресурсы психики человека, а они неисчерпаемы. И только неправильное обучение наших детей, неумение чистить за собой, убирать за собой, по подобию, как физическое тело. Если физическое тело, оно кушает, переваривает, выделяет. И если вы не будете удалять, смывать за собой то, что вы выделили, вы засрётесь, пардон господа, и ваше тело начнёт гнить, будут пролежни и так далее. Точно. Один в один идёт в психике. То же самое. Один в один. Полностью зеркально. И в психике точно так же. Всё, что касается эмоций, всё, что касается обид, вины, злости, вот этих вот всех состояний, всё, что касается работы с чувствами, это всё должно быть как рефлекс, как инстинкт, это привычка. То, что мы описывали в книге первой части, получается, инфодайвинг практика, это должна быть привычка, как чистить зубы, как умываться. И поэтому, когда мне пишут, я делаю практику зеркала, я уже духовно развитая. Нет, ты зубы чистить научилась. Но это же не вся жизнь. А жизнь совсем другая, она огромна и прекрасна, и многогранна. зубы просто надо уметь чистить, чтобы они не развалились. Поэтому вот с книгой практика у нас и возник вопрос, потому что то, что мы изначально планировали просто все эти практики описать, этого очень мало. Нету той глубинной сути и тех моментов, которые приведут к глубинным изменениям человека. А когда ты начинаешь уже работать с глубинными изменениями человека, то получается, что человеку уже надо прочесть эти книги. И практика, ну вот она будет нормальной десятой книгой. Она с продоксальным восприятием поменяется не с вами тоже. И тогда тоже вопрос, а надо ли ее издавать. Вот эти две книги, парадоксальная и практика, они на самом деле не просто так вот, и практика также легла на паузу. Это на самом деле это вопрос. Это вопрос, который, ну пока он просто вопросом, а мы идем дальше. Чего идти туда, куда мы еще не пришли? Придет время, мы туда придем. Это точно так же, как и вот задают вопрос, когда вы откроете центр, когда внутри будет готовность работать с живыми людьми. Потому что на сегодняшний день нас абсолютно устраивает круг общения нас, наш в виде семей наших. Но в то же самое время, если мы хотим действительно говорить о интересных экспериментах и о других гранях развития инфодайминга, то центр все-таки, наверное, понадобится. Но опять-таки надо будет наше решение. Поэтому мы думаем об этом, но мы еще не сделали шаги в этом направлении. Хотя какие-то мы уже все-таки сделали, мы уже немножко присматриваем, даже недвижимость присматриваем. Но вот такие шаги уже конкретные мы еще не делали. Но в любом случае, ребята, кто спрашивает, это все будет в Беларуси. Мы любим землю богов. Беларусь — это земля богов, это Белая Русь. И не просто так она появилась на карте в 1918 году. Наверное, где-то там было. Ленин там декрет подписывал. Белая Русь. Не просто так. Сто лет назад. В 1918 году. Инфодайм в 1918 году. По приколу. Даты надо посмотреть. Если еще где-нибудь осенью, вообще будет прикольно, потому что инфодайм же у нас когда, по сути дела, начался. Первые наши результаты пошли конец октября, потом ноябрь месяц, а слово само придумали 8 декабря. Ну и, в принципе, мы бы уже и завершили вот этот выпуск. Мне еще хочется только пару слов сказать, что мы пару дней назад поставили расписание. Оно уже будет у нас до середины марта. Наших тренингов, которые пройдут, и наших практикумов, и погружений. Кстати, сейчас скажу одну такую штуку. Это я сегодня в предрассветные часы вдруг увидела такую картинку. И даже слово такое прозвучало, почему-то старославянское. Я увидела, как люди, большое количество людей подходят и толпятся на пороге. А дальше огромный, огромный-огромный световой храм. И это храм их души. Это боги. Но там они искренние и настоящие. Они приходят, каждый в свой храм. Это его храм. И получается, человек стоит на пороге, толчется, переступает с ноги на ногу и вот в дверном косяке и войти не может. И когда у человека спрашиваешь, чего ты не входишь к себе, человек отвечает, а у меня денег нету, а мне жалко на себя потратить, не, я столько никогда не заработаю, а мне это не пригодится, не, я перебьюсь и так. А что я там о себе нового узнаю? И по сути дела, вот я видела эту толпу стоящую и ключевое слово жадность. То есть это то, что под благодарностью. Нету благодарности к себе. И поэтому, за что мне надо позволить себе встретиться с собой? Мне это не надо позволить, потому что я не дорос до благодарности к себе и до осознавания этих моментов. и вот эти люди толпились, и из храма вот свет, и я вдруг понимаю, что вот этот вот контур, вот этот вот косяк дверной, да, вот эта вот территория, переходная черта, человеком преодолевается только при условии, что он начинает быть себе интересным после практикумов и погружений. вот эта черта, которая как бы я могу на себя отжалеть, там вот эти вот минимум какой-то, да, позволить, но я сам себе не интересен и мне на себя жалко. И вот когда человек эту черту пересекает, а пересекает её на практиках в моих погружениях, потом, когда он входит в свет и вдруг в свете до него доходит, а весь мир в моей голове. Весь мир. Всё в моей голове. Моя жизнь, мои доходы, мои отношения, всё в голове. И я сам, не проработав свою жадность, тебе это не позволяю. Я сам себе не позволяю весь мир. Помнишь, как эта женщина, которая сказала, ой, я никогда не побуду на Мальдива. Сразу обрезал. И человек так обрезает. Он каждый раз обрезает себе крылья. Обрезает почему? Потому что у него на автомате работает привычка, сформированная родителями. Ограничение. Это ограничение с детства. Да, с детства. Не ходи, не делай, нельзя, перебьёшься. И так далее. И вот эти рамки обкоцали детский свет. И в рамки вогнали. И потом в этих рамках человек продолжает жить. И тогда появляется жадность. И тогда жадность. Потому что он видит конечность, потому что рамки это окончание. И тогда у него начинает жадность работать. То есть выключается разум. И работает жадность. И жадность к самому себе. К самому себе. А он, да. Я сегодня вот утром осознавала, что вот действительно те люди, которые переходят, и которым вот на курсах из глубины действительно круто вздёргиваешь и помогаешь эти вещи осознать, у них жизнь меняется. Смотри, сколько на курсе написала сразу. Ещё курс предыдущий не успел закончиться. А какая глубина от людей идёт уже? Что они написали? Совсем всё по-другому. Очень быстрые процессы. И только для тех, кто захочет прожить, пройти этот путь целиком, он возьмёт всё в записи и всё посмотрит. И тогда решается конфликт интересов. Мы не служим людям. Мы занимаемся тем, что нам интересно. Мы идём дальше. Мы исследуем. И люди занимаются. Кому это интересно, тот это познаёт, тот это делает, тот это слушает. А кому тот читает эти книги? А кому не интересно, тот остался за чертой? А смотри, что ещё жадность делает. Кстати, наши курсы, они где-то кусками, урывками, где-то проговариваются, где-то переписываются. И они доступны. И человек, их себе позволяя, он берёт искажения. Перевранную информацию. Перевранную. А состояние люди повторить не могут, потому что они не осознавали этого. Да, 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 да. Нашу работу повторить на самом деле крайне сложно. Это нереально повторить, пока ты всё это сам не осознаешь и не проживёшь. А когда ты это осознаешь и проживёшь, ты не будешь плевать в свой собственный колодец. Никогда. 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 Потому что идёт осознание вот этого единства и всего остального. И есть только единственный вариант. быть самим собой. Тогда твоё зеркало будет чистым. Заниматься по кайфу тем, от чего ты ловишь кайф. Идти на пролом действительно к себе. Только к себе. К осознанию Бога в себе. И, кстати, даже схемы осознания Бога в себе мы уже дали. Да, тоже дали. Да. Искренности. Только искренность приведёт к себе. Поэтому вот в ближайшее время те тренинги, которые мы поставили, мы, кстати, поставили по молодости и здоровью, там одновременно будет психотехническая база и систематизироваться, и углубляться. То есть там это будет очень крутая помощь тем, кто работает по нашим курсам начальным, кто там проходил здоровье тела, да, и так далее. Это всё углубится и это всё осознается под другим углом. Эффективность работы зависит от уровня осознанности. И тогда, когда вы это осознаёте уже так, как это работает, как работает система, как работает психика, эффективность работы совсем другая. То есть тогда становится понятно, что психотехническая база может быть простой. Вообще мы стремимся, вот целью поставили с Ириной, когда психотехническая база сводится к одному. Бог хочет, чтобы проявилось это. и это проявляется. А оно на самом деле так, да? Так оно уже на самом деле так. Но это глубинное состояние осознавания вообще. То есть это когда в вашей психике не осталось неосознаваемых зон, секторов. Только при этом возможно. А если вы посмотрите те же самые схемы психики, мы полностью её разрисовали. Кстати, достаточно научный подход в данном случае в книге инфодайнинг знания вообще здесь в полной системе где-то были схемы. И вот в этой книге получается, если вы посмотрите структуру психики, как она разрисована, то получается, что здесь сектора неосознанные и их много. Помнишь, что были они тут? Да, где-то они где-то они тут. А, вот они тут. Вот здесь есть такие схемки. Полностью всё разрисовано, расписано. Подсознательная часть, надсознательная часть, платформы, что и как работает полностью в осознавании. Посмотри, что я нашла. Учебник жизни. Сотовую. Сотовую часть. Мы с тобой рисовали. Помнишь, как осознание? А осознаётся, как она сейчас по-другому. Как сейчас, да. Вчера на курсе расписывали. Да, 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 да. Каждый в своём хрустальном гробике, блин. Итак, если вам интересны наши программы, подключайтесь. В понедельник мы будем работать с вирусами. В понедельник у нас программа «Работа с вирусами». Это у нас будет практикум с 20 до 22 часов 7 февраля. И потом дальше у нас будет с молодостью, со здоровьем. У нас очень много будет возрождений, возрождений любви, возрождений силы, возрождений мудрости. Там очень интересные будут практикумы. Это всё про целостность и про возможность почувствовать в себе вот эти состояния, когда ты мало того, что ты осознаёшь источник знаний в себе, но ты и осознаёшь Бога уже в себе. То есть вот эти практикумы помогут вам войти в ваш световой храм. Вспомнить себя. Вспомнить себя. Вспомнить, кто вы есть на самом деле. Вспомнить, что вы всё-таки боги, а не жуки с корабей. До встречи, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok